Друзья, уже на этих выходных пройдет очередной турнир UFC Fight Night, который кстати укомплектован как надо. И в этот вечер вернется к делу Зубайра Тухугов, которому будет противостоять серьезный американский проспект Кевин Агилар, который, внимание, держал серию из 9 побед подряд, но потерял ее в прошлом бою, потерпев первое поражение в UFC. Забегая вперед, скажу, что поединок обоим предстоит очень непростой. Тем более, что американскому нокаутеру нужно закрывать прошлое поражение, а Зубайре и вовсе нужно восстанавливать положение в UFC. А то давний проигрыш, отстранение за допинг и ничья против дебютанта не идут просто ни в какие рамки. Поэтому давайте прямо сейчас без лишней воды постараемся разобрать этот поединок. Ставьте лайк авансом и погнали! Начнемшись с Зубайры Тухугова, представляет Россию, ему 29 лет. Успешно дебютировал в 2014 году в UFC, одержал 3 победы в ряд. После досадное и спорное поражение Ринату Майкано, следом громкое отстранение за провал дупинг-теста, дисквалификация на 2 года. После снова отстранение за неспортивное поведение на UFC 229. И вот на UFC в Абу-Даби, где бил Сахаби против Дастина Парье, Зубайра тоже получает поединок. И вышел против однобокого ударника и дебютанта Лерона Мерфи. Тяжелый выдался поединок для обоих бойцов. В первом раунде Зубайра мощно попал и почти финишировал англичанина. Но тот умудряется выжить, а Тухугов выкладывается как следует в добивании и садится по кардио. В итоге поединок доходит до финального гонга, где в перерыве уже судьи решали судьбу бойцов и отдали бойцам ничью. Из плюсов Тухугова можно подчеркнуть скорость, хорошую ударку и борьбу. Провел же он за карьеру 23 боя, одержав 18 побед при 4 поражениях и 1 ничьей. И его соперник Кевин Агилар, американский проспект с хорошей нокаутирующей мощью. Ярко себя показывал в ММА с самого начала, но после им заинтересовался промоушен Легаси. Проводит он там 9 боев, одерживая 8 побед и забирает пояс чемпиона. После чего и попадает на шоу Даны Вайта, где побеждает и получает путевку в UFC. Одерживает Агилар 2 победы решением и терпит первое поражение за последние 5 лет, проигрывая бойцу из зала АК Дэну Иге. Его плюсы это кардио, ударная техника и нокаутирующая мощь. Провел же он за карьеру 19 боев, одержав 17 побед, 9 нокаутом при 2 поражениях. Теперь же поехали дальше. Антропометрия, опыт и кардио бойцов. Если говорить про опыт, то здесь соперники в принципе равны. У Зубайры боев побольше, но не думаю, что это как-то повлияет на ход встречи, тем более, что позиция была плюс-минус у бойцов равная. А вот в кардио бойцов есть уже интересные моменты. Зубайры привык биться на безумных скоростях, часто мощно врывается сериями атак, заканчивая все это тейкдауном. И в первой половине боя смотрится просто машиной. Но после может сильно устать, просесть и отдать инициативу сопернику. У Кевина такого не наблюдалось, 3 раунда он обычно проходит без больших проблем. Плюс Зубайры, знаете, очень много гоняет. К прошлому бою готовился около года и ничего не показал из функционалки. Говорить, что в Абу-Даби тогда было жарко, полный бред. Соперники бились в равных условиях. И если касаться только фактов, фаворит в кардио – Агилар. И что касается антропометрии, то здесь только размах рук у Кевина больше на 13 сантиметров. А в остальном соперники почти равны. По итогу же в опыте фаворита нету, а кардио и размах рук собирает Кевин Агилар. Следом, касаясь борьбы, здесь у нас сразу есть фаворит. Агилар, прямо скажу, хороший на конвасе. Никому не проигрывал приемом, может побороться, сам угрожать сабмишином и даже умело провести тейкдаун. В общем, точно далеко не полный ноль. Но, скорее всего, Зубайра в этом поединке на другом уровне в этом аспекте. Тухугов не славится болевыми, зато он умело делает переводы, неплохо удерживает и разбивает агрессивным гранденпаундом. Плюс ко всему, три года он тренируется в лагере Хабиба, где очень много борется. И лично, я думаю, он сильно прогрессирует в этом аспекте. И если он захочет побороться, провести тейкдаун, он без проблем переведет Агилара. Но главный вопрос остается в его кардио. Навязывая борьбу, не устанет ли Зубайра быстрее соперника? Если Тухугов повторит прошлый поединок, то в третьем раунде Агилар может его и перебороть. Более того, и провести прием. Агилар не однобокий ударник, в отличие от прошлого соперника Лерона Мерфи. Поэтому, конечно, по итогу на конвасе фаворит Зубайра. Правда, если грамотно будет расходовать энергию и не будет уставать. Но, возможно, к третьему раунду их шансы в партере уравняются. А вот что касается ударной техники, здесь уже не все так однозначно. Агилар поистине хорош в стойке, любит работать первым номером. Ну и также отлично может встречать соперника и ловить на ошибки. Очень много накидывает, комбинирует удары и зевать с ним точно не стоит. Каждого второго соперника Кевин ронял и финишировал. Зубайра же тоже всегда был хорош в ударной технике. Тоже много накидывает, работает серийно. Любит залетать с наскока и пробивать. Мощные связки ударов обычно комбинируя с переводом. Также часто работает ногами, лоу-кики, уширы. Все это есть в его арсенале. И в целом стиль бойцов в ударке схожий, но чтобы вы понимали, если Зубайра много накидывает, вы это например знаете. То Агилар пробивает примерно в три раза больше по статистике. Но и также есть еще один маленький тонкий момент, который может и стать концом в этом поединке. Кевин очень много пропускает ударов, ровно так же в три раза больше Зубайры. И хотя можно было бы смело отдать предпочтение американцу, ведь он куда больше вырубает, больше пробивает. Но Тухугов ровно так же может его и подловить и финишировать, поэтому здесь 50 на 50. В прогнозе на бой выбрать соперника очень сложно, но мне кажется шансов больше здесь все-таки у Зубайры. В борьбе он например лучше, а в ударке конечно Агилар посильнее. Но в то же время, как я уже говорил раньше, Кевин пропускает будь здоров. И допустим, скорее всего в обмене упадет он первый. Главный момент, насколько будет готов Зубайра. Меня пугают его тяжелые сгонки веса. После таких сгонок нужно человеку минимум три дня, чтобы прийти полностью в себя, но бойцам дается меньше 48 часов. Агилар же может предложить только тяжелый удар в стойке, какую-нибудь серийную заготовку. Но есть такой вариант, что допустим, если Зубайра будет бороть его два раунда, руки Агилара забьются и уже не будут такими быстрыми и резкими. Что часто бывает в противостоянии борца и ударника. Поэтому думаю, скорее всего и заберет победу Зубайра. Плюс Кевина уже побеждал Дэн Иге, а Иге тренируется в том же АК и не один раз спарринговал с Зубайрой. И я уверен, они хорошо его изучили. Вот такая вот заруба пройдет уже на этих выходных. Пишите в комментариях, как думаете, кто заберет победу? Сможет ли Зубайра удосрочить серьезного перспективного ударника? Или Агилар нокаутирует Тухугова? Напишите. А у меня же на сегодня все, ставьте свой мощный бойцовский лайк. Смотрите последние разборы боев, там есть на что обратить внимание, поверьте. И конечно же, прожимайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем мир, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok